Константин Паустовский. Сказки. Тёплый хлеб. Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая уделами. Ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь. Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном. Панкрат вылечил коня, конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди. Помогал Панкрату чинить плотину. Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольные ботвы или чёрстого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь не чей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый, пострадал от врага. Жил в бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу Ну тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было «дано тебя». Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны? Филька отвечал сердитым басом «дано тебя, ищи сам». Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал «дано тебя, надоело». Зима в этот год стояла тёплая, в воздухе висел дым, снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки. Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотая. В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. — Да ну тебя! — дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал. — На вас не напастёшься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его морды из-под снега! Иди копай! И вот после этого злорадного окрика и случились в бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца, так уже мело кругом их листало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни, и всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Филька вскочил, наконец, в избу, припёр дверь, сказал «Тону тебя!» и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист, так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам. Метель начала затихать к вечеру, и тогда только смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу. Слышал, как мороз озаруя стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались. Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы, и теперь их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакала от страха, когда мыши начали выбегать из-под пола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. — Да ну вас, проклятые! — кричал он на мышей, но мыши всё лезли из-под пола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки. — Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка, — заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы, семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля, а бегал её стороной всякий зверь, боялся пустыни. — Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька. — От злобы людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба. А хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит, вот тебе жуй. — Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка. — А ногу куда одевал? — спрашивает мужик. — Утерял я ногу на Балканских горах турецкой баталии, — отвечает солдат. — Ничего, разве же голодный подымешь? — засмеялся мужик. — Тут тебе коммердинеров нету. Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит, — это не хлеб, а одна зелёная плесень, один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул, и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз, и мужик тот помер. — Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька. — От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила. — Знать, и нынче завёлся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело от того и мороз. — Что же теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать? — Зачем помирать? — Надеяться надо. — На что? — На то, что поправит дурной человек своё злодейство. — А как его исправить? — спросил всхлиповая Филька. — Об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный, его спросить надо. — Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится. — Да ну его, Панкрата! — сказал Филька. И затих. Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз, и между землёй и луной осталась одна пустота, жгучая и такая ясная, что если бы подняла пылинку на километр от земли, то и её было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда. Чёрные ивы около мельничной плотины посидели от стужи. Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточке, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. — Садись к печке, — сказал он, — рассказывай, пока не замёрз. Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню Мороз. — Да, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело. Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты, гражданин. Филька сопел, вытирал рукавом глаза. — Ты брось реветь, — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил, сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет и воды нет. И что нам придумать, неизвестно. — Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька. — Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно? — Понятно, — ответил упавшим голосом Филька. — Ну вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью. В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте, подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли. Потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел. Только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая. Куда же это в такую страшную ночь подалась сорока? А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал. — Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твоё вышло. Выкладывай. Льготного срока не будет. Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, пока мы не дорубимся до воды, и не потечёт она на колесо. — Как пойдёт вода, ты пускай мельницу. Провернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всёобщее спасение. — Ишь ты шустрый какой, — сказал мельник, — подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать? — Да ну, Айва, — сказал Филька, — пробьём мы, ребята, и такой лёд. — А ежели замёрзнете? — Костры будем жечь. — А ежели не согласятся, ребята, за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут, — Да ну его, сам виноват, пусть сам лёд искалывает. — Согласятся, я их умолю, наши ребята хорошие. — Ну, валяй, собирай, ребят, а я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы, да возьмутся за ломы. В морозные дни солнце восходит багровое в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов, трещали костры, ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной навозом. Ветер дул с юга, с каждым часом становилось всё теплее, с крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали. Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать, работа у мельницы пошла быстро, и показалась первая полынья с тёмной водой. Мальчишки стащили трюхи и прокричали «Ура!». Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколось бы лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему пролютый мороз и упросила его прогнать этот мороз помочь людям. Ветер будто бы не осмелился отказать ей сороке и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит, журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке. Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили, покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая. Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или всё это она выдумала от хвостовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали, и в мельничный лоток хвынула шумом вода. Старое колесо скрипнуло, с него посыпались сосульки и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, ещё быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. Панкрат сыпал зерно, а из-под жёрного лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озявшие руки и смеялись. По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова, Избы светились от жаркого печного огня, Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах, ребята, кошки, даже мыши, Всё это вертелось около хозяек, А хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, Чтобы не лезли в самую квашню и не мешались. Ночью по деревне стоял такой запах Тёплого хлеба с румяной коркой, С пригоревшими к донцу капустными листьями, Что даже лисицы вылезли из нор, Сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, Соображая, как бы словчиться стащить у людей Хоть кусочек этого чудесного хлеба. На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи, И не давал им ни на минуту перевести дух, И потому по земле неслись в перемешку То холодные тени, то горячие солнечные пятна. Филька тащил буханку свежего хлеба, А совсем маленький мальчик Николка Держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил, Что за явление? Мне что ли хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги? Да нет, закричали ребята, Тебе будет особо, А это раненому коню от Фильки, Помирить мы их хотим. Ну что ж, — сказал Панкрат, — Не только человеку извинения требуются. Сейчас я вам коня представлю в натуре. Панкрат отворил ворота сарая, Выпустил коня. Конь вышел, Вытянул голову, Заржал, Учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, Посолил хлеб из солонки И протянул коню. Но конь хлеба не взял, Начал мелко перебирать ногами, Попятился в сарай, Испугался Фильки. Тогда Филька Перед всей деревней Громко заплакал. Ребята зашептались И притихли, А Панкрат Потрепал коня по шее И сказал, Не пужайся, мальчик, Филька не злой человек, Зачем же его обижать? Бери хлеб, Мирись. Конь помотал головой, Подумал, Потом осторожно Вытянул шею И взял, наконец, хлеб Из рук Фильки Мягкими губами. Съел один кусок, Обнюхал Фильку И взял второй кусок. Филька ухмылялся Сквозь слезы, А конь Жевал хлеб, Фыркал. А когда съел весь хлеб, Положил голову Фильки на плечо, Вздохнул И закрыл глаза От сытости И удовольствия. Все улыбались, Радовались. Только старая сорока Сидела на раките И сердито трещала. Должно быть, Опять хвасталась, Что это ей одной Удалось помирить Коня с Филькой. Но никто ее Не слушал И не понимал. И сорока От этого Сердилась Все больше И трещала Как пулемет. Стальное колечко Дед Кузьма Жил со своей внучкой Варюшей В деревушке Моховое У самого леса. Зима выдалась суровая, С сильным ветром И снегом. За всю зиму Ни разу не потеплела И не закапала С тесовых крыш Суетливая Талая вода. Ночью в лесу Выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, Что они воют От зависти к людям. Волку тоже охота Пожить в избе, Почесаться И полежать у печки, Отогреть Заледенелую Косматую шкуру. Среди зимы У деда Вышла махорка. Дед Сильно кашлял, Жаловался На слабое здоровье И говорил, Что если бы Затянуться Разок-другой, Ему бы сразу Полегчало. В воскресенье Варюша пошла За махоркой Для деда В соседнее село Переборы. Мимо села Проходила Железная дорога. Варюша Купила махорки, Завязала ее В ситцевый мешочек И пошла На станцию Посмотреть На поезда. В переборах Они останавливались Редко. Почти всегда Они проносились Мимо Слязгом И грохотом. На платформе Сидели два бойца. Один был Бородатый С веселым Серым глазом. Заревел Паровоз. Был уже видно, Как он Весь в пару Яростно Рвется К станции Из дальнего Черного леса. Скорый, Сказал Боец С бородой. Смотри, Девчоночка, Сдует тебя Поездом. Улетишь Под небеса. Паровоз Бородатый Бородатый Боец Спросил Варюшу. Что это у тебя В мешочке? Не махорка? Махорка, Ответила Варюша. Может, Продашь. Курить Большая Охота. Дед Кузьма Не велит Продавать, Строго Ответила Варюша. Это ему От кашля. Эх ты, Сказал Боец, Цветок Лепесток В валенках. Больно Серьезная. А ты Так Возьми Сколько Надо, Сказала Варюша И протянула Бойцу Мешочек. Покури. Боец Отсыпал В карман Шинели Добрую Горсть Махорки, Скрутил Толстую Цигарку, Закурил, Взял Варюшу За подбородок И посмотрел, Посмеиваясь В ее Синие Глаза. Эх ты, Повторил он, Анютины Глазки С косичками. Чем же Мне Тебя Отдарить? Разве Вот этим? Боец Достал Из кармана Шинели Маленькое Стальное Колечко. Сдул С него Крошки Махорки И соли, Потер Рука В шинели И надел Варюши На средний Палец. Аси На здоровье! Этот Перстенек Совершенно Чудесный! Гляди, Как горит! А отчего Он, Дяденька, Такой Чудесный? Спросил Раскрасневшись Варюша. Оттого, Ответил Боец, Что ежели Будешь Носить его На среднем Пальце? Принесет Он здоровье И тебе И деду Кузьме А наденешь Его Вот на этот На безымянный Боец Потянул Варюшу За Озявший Красный Палец Будет У тебя Большущая Радость Или К примеру Захочется Тебе Посмотреть Белый Свет Со Всеми Его Чудесами Надень Перстенек На указательный Палец Непременно Увидишь Будто Спросила Варюша А ты ему Верь Прогудел Другой Боец Из Подподнятого Ворота Шинели Он Волшебник Слыхал Такое Слово Слыхала Ну То То Засмеялся Боец Он Старый Сапер Его Даже Мина Не Брала Спасибо Сказала Варюша И Побежала К себе В Маховое Сорвался Ветер Посыпал Густой Пригустой Снег Варюша Все Трогала Колечко Повертывала Его И Смотрела Как Оно Блестит От Зимнего Света Что Ж Боец Позабыл Мне Сказать Про Мизинец Подумала Она Что Будет Тогда Дай-ка Я надену Колечко На Мизинец Попробую Она Надела Колечко На Мизинец Он Был Худенький Колечко На нем Не Удержалось Упало В глубокий Снег Около Тропинки И Сразу Нырнула На Самое Снежное Дно Варюша Охнула И Начала Разгребать Снег Руками Но Колечко Не Было Пальцы У Варюши Посинели Их Так Свело От Мороза Что Они Уже Не Сгибались Варюша Заплакала Пропало Колечко Значит Не Будет Теперь Здоровья Деду Кузьме И Не Будет У Нее Большущей Радости И Не Увидит Она Белый Свет Со Всеми Его Чудесами Варюша Воткнула В снег В том Месте Где Уронила Колечко Старую Еловую Ветку И Пошла Домой Она Вытирала Слезы Варежкой Но Они Все равно Набегали И Замерзали И От Этого Была Колка И Больно Глазам Дед Кузьма Обрадовал Самохорки Задымил Всю Избу А Про Колечко Сказал Ты Не Горюй Дурочка Где Упала Там И Валяется Ты Сидора Попроси Он Тебе Сыщет Старый Воробей Сидор Спал На Шестке Раздувшись Как Шарик Всю Зиму Сидор Жил В Избе У Кузьмы Самостоятельно Как Хозяин С Характером Своим Он Заставлял Считаться Не Только Варюшу Но И Самого Деда Кашу Он Склевывал Прямо Из Мисок А Хлеб Старался Вырвать Из Рук И Когда Его Отгоняли Обижался Сидора Яршился И И Начинал Драться И Чирикать Так Сердито Что Под Стряху Слетались Соседские Воробьи Прислушивались А потом Долго Шумели Осуждая Сидора За Его Дурной Нрав Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало. На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила. — Ты поищи, поройся, может, найдешь. Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал. — Ишь ты, ишь ты, нашла дурака, ишь ты, ишь ты, — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу. Так и не отыскалось колечко. Дед Кузьма кашлял все сильнее, к весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду. Метели кружились над деревушкой, заносили избы, сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бронила себя. — Дуреха, — шептала она, забаловалась, обронила перстенек. — Вот тебе за это, вот тебе! Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал. — С кем это-то там шумишь-то? — Сидором, — отвечала Варюша. — Такой стал неслух, все норовит драться. Однажды утром Варюша проснулась от того, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце, орали галки. Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал в волосы. — Вот и весна, — сказала Варюша. Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче. Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев. Их наломала буря еще в декабре. Потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины, и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать и мачехи. Варюша нашла в лесу старую еловую ветку, ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать. Старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело. Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой. Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на заваленке, и синий дым от мохорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке, и над ним курился пар. Ну, вот, сказал дед, эта вертушка выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продула всю избу легким воздухом, и сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим и печь, и спечем ржаные лепешки. Варюша засмеялась, погладила деда по косматым седым волосам, сказала, спасибо, колечко, вылечила она тебя, дед Кузьма. Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость, но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись. Встала она рано, оделась и вышла из избы. Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики? Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками. Белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук, кузь-козвонарь, и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел пять раз. Пять часов, подумала Варюша, рань-то какая, и тишь. Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела Иволга. Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдалось сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел, невидимый, мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланилась кукушка. Кто же это прошел? А я и не разглядела, подумала Варюша. Она не знала, что мимо нее прошла весна. Варюша засмеялась громко на весь лес и побежала домой. И большущая радость, такая, что не охватишь руками, Зазвенела, запела у нее на сердце. Весна разгоралась, с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узки, как щелки, Но все время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, Зацвели, запестрели тысячи и тысячи цветов. Варюша думала было надеть перстенек на указательный палец, Чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами. Но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, На ясное небо и жаркое солнце, Послушала перекличку петухов, звон воды, Пересвистывание птиц над полями, И не надела перстенек на указательный палец. «Успею», — подумала она, — «Нигде на белом свете Не может быть так хорошо, как у нас в Махово». «Это же прелесть, что такое!» «Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля — истинный рай, И нету другой такой хорошей земли на белом свете». Дремучий медведь Сын бабки Анисье, по прозвищу Петя Большой, погиб на войне, И остался с бабкой жить ее внучек, сын Петя Большого, Петя Маленький. Мать Петя Маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, И Петя Маленький ее совсем позабыл, какая она была. «Все тормошило тебя, веселило», — говорила бабка Анисье. «Да видишь ты, застудила с осенью и померла, А ты весь в нее. Только она была говорливая, А ты у меня дичок, Все хоронишься по углам, да думаешь, А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься, Жизнь долгая, Мне вон сколько дней не сочтешь». Когда Петя Маленький подрос, Бабка Анисье определила его Пости колхозных телят. Телята были как на подбор, Лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, Бил Петю шерстистым лбом вбок и брыкался. Петя гонял телят пастись на высокую реку. Старый пастух Семен Чаевник Подарил Пете рожок, И Петя трубил в него над рекой, Скликал телят. А река была такая, Что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, Все в колосистых травах, В деревах. И каких только дерев Не было на высокой реке. В иных местах даже в полдень Было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду Могучие свои ветви, И ивовый лист, Узкий, серебряный, Вроде рыбки-уклейки, Дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив И ударит с полян Таким светом, Что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин Толпятся на берегу, И все осиновые листья Дружно блестят на солнце. Ежевика на крутоярах Так крепко хватала Петю за ноги, Что он долго возился И сопел от натуги, Прежде чем мог отцепить Колючие плети. Но никогда он, осердясь, Не хлестал ежевику палкой И не топтал ногами, Как все остальные мальчишки. На высокой реке Жили бобры. Бабка Анисья И Семен Чаевник Строго наказывали Пете Не подходить к бобровым норам, Потому что бобр Зверь строгий, Самостоятельный, Мальчишек деревенских Их вовсе не боится, И может так хватить за ногу, Что на всю жизнь Останешься хромой. Но Пете Была большая охота Поглядеть на бобров, И потому он ближе к вечеру, Когда бобры Вылезали из нор, Старался сидеть тихонько, Чтобы не напугать Старошкого зверя. Однажды Петя видел, Как бобр Вылез из воды, Сел на берегу И начал Тереть себе Лапами грудь, Драть ее Изо всех сил Сушить. Петя засмеялся, А бобр Оглянулся на него, Зашипел И нырнул В воду. А другой раз Вдруг с грохотом И плеском Обрушилась в реку Старая ольха. Тотчас под водой Молниями Полетели Испуганные Плотицы. Петя подбежал К ольхе И увидел, Что она Прогрызена Бобровыми зубами До сердцевины, А в воде На ветках ольхи Сидят эти самые бобры И жуют Ольховую кору. Тогда Семен Чаевник Рассказал Пете, Что бобр Сперва Подтачивает Дерево, Потом Нажимает На него Плечом, Валит И питается Этим Деревом Месяц Или два, Глядя По тому, Толстое Оно Или не Такое Уж и Толстое, Как хотелось Бобру. В густоте Листьев Над высокой Рекой Всегда Было Беспокойно. Там Хлопотали Разные Птицы. А дятел, Похожий На сельского Почтаря Ивана Афанасьича, Такой же Остроносый, И с шустрым Черным Глазом Колотил И колотил Со всего Размаха Клювом По сухому Осокорю. Ударит, Отдернет голову, Поглядит, Примерится, Зажмурит глаза И опять Так ударит, Что Осокорь От макушки До корней Загудит. Петя 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 Удивлялся, До чего Крепкая Голова У дятла. Весь День Стучит По дереву, Не теряет Веселости. Может, Голова У него И не Болит, Думал Петя, Но Звон В ней Стоит Наверняка Здоровый. Шутка Ли Бить И бить Целый День, Как только Черепушка Выдерживает. Пониже Птиц Над Всякими Цветами И Зонтичными И Крестоцветными И Самыми Невидными, Как, Скажем, Подорожник, Летали Ворсистые Шмели, Пчелы И Стрекозы. Шмели Не Обращали На Петю Внимания, А Стрекозы Останавливались В воздухе И, Постреливая Крылышками, Рассматривали Его Выпуклыми Глазищами, Будто Подумывали, Ударить Ли его В лоб Со всего Налета, Пугнуть С берега, И Не Стоит С Таким Маленьким Связываться. И В В Воде Тоже Было Хорошо. Смотришь На Нее С Берега И Так И Подмывает Нырнуть И Поглядеть, Что Там В Глубокой Глубине, Где Качаются Водоросли. И Все Чудится, Что Ползет По Дну Рак Величиной С Бабкина Корыта, Растопырил Клешни, А Рыбы Пятятся От Него, Помахивают Хвостами. Постепенно И Звери, И Птицы Привыкли К Пете, И Бывало Прислушивались По Утрам, Когда Ажа Запоет За Кустами Его Рожок. Сначала Они Привыкли К Пете, А Потом Полюбили Его Связывал Стрекоз За Лапки Ниткой, Не Швырял Бобров Камнями И Не Травил Рыбу Едучей Известью. Деревья Тихонько Шумели Навстречу Пете, Помнили, Что Ни Разу Он Не Сгибал, Как Другие Мальчишки Тоненьких Осинок До Самой Земли, Чтобы Полюбоваться, Как Они Выпрямившись Долго Дрожат От Боли И Шелестят Жалуются Листьями. Стоило Пете Раздвинуть Ветки И Выйти На Берег, Как Сразу Начинали Щелкать Птицы. Шмели Взлетали И Покрикивали С дороги, С дороги. Рыбы Выскакивали Из воды, Чтобы Похвастаться Перед Петей Пестрой Чешуей. Дятел Так ударял По Осокарю, Что Бобры Поджимали Хвосты И Семенили В норы. Выше Всех Птиц Взлетал Жаворонок И Пускал Такую Трель, Что Синий Колокольчик Только Качал Головой. Вот И Я, Говорил Петя, Стаскивая Старую Шапчонку И Вытирая Ею Мокрые От Расы Щеки. Здравствуйте! Дра! Дра! Отвечала За всех Ворона. Никак Она Не Могла Выучить До конца Такое Простое Человеческое Слово, Как Здравствуйте! На это Не хватало У нее Вороньей Памяти. Все Звери И Птицы Знали, Что Живет За Рекой В Большом Лесу Старый Медведь И Прозвище У Того Медведя Дремучий. Его Шкура И Вправду Была Похожа На Дремучий Лес. Вся В Желтых Сосновых Иглах, Вдавленной Бруснике И Смоле. И Хоть Старый Это Был Медведь И Кое-где Даже Седой, Но Глаза У него Горели, Как Светляки, Зеленые, Будто Молодого. Звери Часто Видели, Как Медведь Осторожно Пробирался К реке, Высовывал Из травы Морду И Принюхивался К телятам, Что паслись На другом Берегу. Один раз Он Даже Попробовал Лапой Воду И Заворчал. Вода Была Холодная, Со Дна Реки Били Ледяные Ключи, И Медведь Раздумал Переплывать Реку. Не Хотелось Ему Мочить Шкуру. Когда Приходил Медведь, Птицы Начинали Отчаянно Хлопать Крыльями, Деревья Шуметь, Рыбы Бить Хвостами По Воде, Шмели Грозно Гудеть, Даже Лягушки Подымали Такой Крик, Что Медведь Зажимал Уши Лапами И Мотал Головой. Опять Медведь Удивлялся И Смотрел На Небо. Не Обкладывает Ли Его Тучами, Не К Дождю Ли Раскричались Звери. Но Солнце Спокойно Плыло По Небу, И Только Два Облачка Стояли В Вышине, Столкнувшись Друг с Другом На Просторной Небесной Дороге. С Каждым Днем Медведь Сердился Все Сильнее. Он Голодовал, Брюхо У него Совсем Отвисло, Одна Кожа И Шерсть. Лето Выпало Жаркое, Без Дождей, Малина В лесу Посохла, Муравейник Разроешь, Так и Там Одна Только Пыль. Беда, Рычал Медведь И Выворачивал От Злости Молодые Сосенки И Березки. Пойду Задеру Телка, А Пастушок Заступится, Я Его Придушу Лапой И Весь Разговор. От Телят Вкусно Пахло Парным Молоком, И Были Они Совсем Рядом, Только И Дело, Что Переплыть Каких-нибудь Сто Шагов. Не Уж То Не Переплыву, Сомневался Медведь, Да Нет, Пожалуй, Переплыву. Мой Дед, Говорят, Волгу Переплывал, И То Не Боялся. Думал Медведь, Думал, Нюхал Воду, Скреб Затылки И Наконец Решился. Прыгнул Воду, Вахнул И Поплыл. Петя В то время Лежал Под кустом, А телята, Глупые Они Еще Были, Подняли Головы, Наставили Уши И Смотрят, Что Это За Старый Пень Плывет По Реке. А У Медведя Одна Морда Торчит Над Водой. И Такая Корявая Это Морда, Что С Непривычки Не То, Что Телок, А Даже Человек Может Принять Ее За Трухлявый Пень. Первый После Телят Заметила Медведя Ворона. «Каравол!» Крикнула Она Так Отчаянно, Что Сразу Охрипла. «Звери!» Вор! Всполошились Все Звери. Петя Вскочил, Руки У него Затряслись, И Уронил Он Свой Рожок В Траву. Посредине Реки Плыл, Загребая Когтистыми Лапами, Старый Медведь Отплевывался И Рычал. А телята Подошли Уже К самому Крутояру, Вытянули Шеи И Смотрят. Закричал Петя, Заплакал, Схватил Длинный Свой Кнут, Размахнулся, Кнут Щелкнул, Будто Взорвался Ружейный Патрон. Да Не достал Кнут До Медведя, Ударил По Воде. Медведь Скосил На Петю Глаз И Зарычал. «Погоди, Сейчас Вылезу На бережок, Все кости Твои Пересчитаю, Что Выдумал Старика Кнутом Бить?» Подплыл Медведь К берегу И полезно Крутояр К телятам Облизывается. Петя Оглянулся, Крикнул «Подсобите!» И Видит, Задрожали Все Осины И Ивы, И Все Птицы Поднялись К небу. Неужто Все Испугались, И Никто Мне Теперь Не Поможет, Подумал Петя, А Людей, Как Назло, Никого Рядом Нету. Но Не Успел Он Это Подумать, Как Ежевика Вцепилась Колючими Своими Плетями В Медвежьи Лапы, И Сколько Медведь Не Рвался, Она Его Не Пускала. Держит, А сама Говорит, Нет, Брат, Шутишь? Старая Ива Наклонила Самую Могучую Ветку И Начала Изо Всех Сил Хлистать Ее Медведя По Худым Бокам. Это Что Же Такое Зарычал Медведь Бунт Я С Тебя Все Листья Сдеру Негодница. А Ива Все Хлещет Его И Хлещет. В Это Время Дятел Слетел С Дерево, Сел На Медвежью Голову, Потоптался, Примерился И Кэк Долбанет Медведя Под темени. Медведя Позеленело В глазах И Жар Прошел От Носа До Самого Кончика Хвоста. Взвыл Медведь, Испугался Насмерть, Воет И Собственного Воя Не Слышит Слышит Один Хрип. Что Такое? Никак Медведь Не Догадается, Что Это Шмели Залетели Ему В Ноздри В Каждую По Три Шмеля И Сидят Там Щекочут. Чихнул Медведь, Шмели Вылетели, Но Тут Ж Налетели Пчелы И Начали Язвить Медведя В Нос. А Всякие Птицы Тучи Вьются Кругом И Выщипывают У него Шкуру Волосок С Волоском. Медведь Начал Кататься По Земле, Отбиваться Лапами, Закричал Истошным Голосом И Полез Обратно В Реку. Ползет, Пятится Задом, А у Берега Уже Ходит Стопудовый Окунь, Поглядывает На Медведя, Дожидается. Как Только Медвежий Хвост Окунулся В Воду, Окунь Хвать! Зацепил Его Своими Ста Двадцатью Зубами, Напружился И Потащил Медведя В Омут. Братцы! Заорал Медведь, Пуская Пузыри, Смелуйтесь, Отпустите, Слово Даю, До Смерти Сюда Не Приду, И Пастуха Не Обижу. Вот Хребнешь Бочку Воды, Тогда Не Придешь, Прохрепел Окунь Нажимая Зубов. Уж Я Ли Тебе Поверю, Михалыч, Старый Обманщик. Только Хотел Медведь Пообещать Окуню Кувшин Липового Меда, Как Самый Драчливый Ёрш На Высокой Реке По Имени Шипоят Разогнался, Налетел На Медведя И Засадил Ему Вбок Свой Ядовитый И Острый Шип. Рванулся Хвост Оторвался Остался У Окуня В Зубах. А Медведь Нырнул, Выплыл И Пошел Махать Сожонками К Своему Берегу. Фу, Думает, Дешево Я Отделался, Только Хвост Потерял. Хвост Старый, Облезлый, Мне От него Никакого Толку. Доплыл До Половины Реки Радуется. А Бобры Только Этого И Ждут. Как Только Началась Заваруха С Медведем, Они Кинулись К Высокой Эхе И Тут же Начали Ее Грызть. И Так За Минуту Подгрызли, Что Держалась Эта Ольха На Одном Тонком Шпеньке. Подгрызли Ольху, Стали На Задние Лапы И Ждут. Медведь Плывет, А Бобры Смотрят, Рассчитывают, Когда он Подплывет Под самый Под удар Этой Высоченной Ольхи. У Бобров Расчет Всегда Верный, Потому что Они Единственные Звери, Что Умеют Строить Разные Хитрые Вещи, Плотины, Подводные Ходы И Шалаши. Как Только Подплыл Медведь К Назначенному Месту, Старый Бобр Крикнул, А Ну, Нажимай! Бобры Дружно Нажали На Ольху, Шпенек Треснул, И Ольха Загрохотала, Обрушилась В реку. Пошла Пена, Буруны, Захлестали Волны И Водовороты, И Так Ловко Рассчитали Бобры, Что Ольха Самой Серединой Ствола Угодила Медведю В спину, А ветками Прижала Его К Иловатому Дну. Ну, Теперь Крышка, Подумал Медведь. Он Рванулся Под водой Изо всех Сил, Ободрал Бока, Замутил Всю Реку, Но все-таки Как-то Вывернулся И Выплыл. Вылез На свой Берег, И Где-то Отряхиваться Некогда Пустился Бежать По песку К своему Лесу. А позади Крик, Улюлюканье, Бабры Свищут Два Пальца, А ворона Так Задохнулась Медведь, Упал, Упал, Ткнулся Мордой В сухую Траву И Затих. Девушки, Понятно, Убежали, Только Пестрые Их Юбки Метнулись В кустах. А медведь, А медведь Мучила Мучила Леса И Уснул, Хотя И Побаливала У него То место, Где Был Оторванный Хвост. Петя Посмотрел Вслед Медведю, Посмеялся, Потом Взглянул На Телят. Они Мирно Живали Траву И То Один, То Другой Чесали Копытцем Задней Ноги У себя За Ухом. Тогда Петя Стащил Шапку И Низко Поклонился Деревьям, Шмелям, Реке, Рыбам, Птицам И Бобрам. Спасибо Вам, Сказал Петя. Но Никто Ему Не Ответил. Тихо Было На Реке, Сонно Висела Листва Ив, Не Трепетали Осины, Даже Не Было Слышно Птичьего Щебета. Петя Никому Не Рассказал, Что Случилось На Высокой Реке, Только Бабке Анисье. Боялся, Что Не Поверят. А Бабка Анисья Отложила Недовязанную Варежку, Сдвинула Очки В Железной Оправе На Лоб, Посмотрела На Петю И Сказала Вот Уж И Вправду Говорят Люди Не Имей Сто Рублей, А Имей Сто Друзей. Звери За Тебя Не Зря Заступились Петруша. Так Говоришь, Окунь Ему Хвост Начисто Оторвал. Вот Грех То Какой Вот Грех. Бабка Анисья Сморщилась, Засмеялась И Уронила Варежку Вместе С Деревянным Вязальным Крючком. Растрепанный Воробей На старых Стенных Часах Железный Кузнец Ростом С Игрушечного Солдатика Поднял Молот. Часы Щелкнули И Кузнец Ударился Тяжкой Молотом По Маленькой Медной Наковальне. Торопливый Звон Посыпался По Комнате Закатился Под Книжный Шкаф И Затих. Кузнец Ударил По Наковальне Восемь Раз. Хотел Ударить И Девятый, Но Рука У него Вздрогнула И Повисла В воздухе. Так С поднятой Рукой Он И Простоял Целый Час, Пока Не Пришел Срок Пробить По Наковальне Девять Ударов. Маша Стояла У Окна И Не Оглядывалась. Если Оглянешься, То Нянюшка Петровна Непременно Проснется И Погонит Спать. Петровна Дремала На диване, А мама, Как всегда, Ушла В театр. Она Танцевала В театре, Но Никогда Не Брала С С Каменными Колоннами. На Крыше Его Взвивались На Дыбы Чугунные Лошади. Их Сдерживал Человек С Винком На Голове. Должно Быть Сильный И Храбрый. Ему Удалось Остановить Горячих Лошадей У Самого Края Крыши. Копыта Лошадей Висели Над Площадью. Маша Представляла Себе, Какой Был Переполох, Если Бо Человек Не Сдержал Чугунных Лошадей. Они Сорвались Бо С Крыши На Площадь И Промчались С Грохотом И Звоном Мимо Милиционеров. Все Последние Дни Мама Волновалась. Она Готовилась Впервые Танцевать Золушку И Обещала Взять На Первый Спектакль Петровну И Машу. За Два Дня До Спектакля Мама Вынула Из Сундука Сделанный Из Тонкого Стекла Маленький Букет Цветов. Его Подарил Маме Машин Отец. Он Был Моряком И привез Этот Букетик Из Какой-то Далекой Страны. Потом Машин Отец Ушел На Войну, Потопил Несколько Фашистских Кораблей, Два Раза Тонул, Был Ранен, Но Остался Жив. А Теперь Он Опять Далеко, В стране Со Странным Названием Камчатка И Вернется Нескоро, Только Весной. Мама Вынула Стеклянный Букет И Тихо Сказала Ему Несколько Слов. Это Было Удивительно, Потому Что Раньше Мама Никогда Не Разговаривала С Вещами. Вот Прошептала Мама Ты И Дождался. Чего Дождался? Спросила Маша. Ты Маленькая, Ничего Еще Не Понимаешь, Ответила Мама. Папа Подарил Мне Этот Букет И Сказал, Когда Ты Будешь Первый Раз Станцевать Золушку, Обязательно Приколи Его К Платью После Бала Во Дворце. Тогда Я Буду Знать, Что Ты В Это Время Вспомнила Обо Мне. А Вот Я И Поняла, Сказала Сердито Маша. Что Ты Поняла? Все, Ответила Маша И Покраснела. Она Не Любила, Когда Ей Не Верили. Мама Положила Стеклянный Букетик Стол И Сказала, Чтобы Маша Не Смела Дотрагиваться До Него Даже Мизинцем, Потому Что Он Очень Хрупкий. В Этот Вечер Букет Лежал Со Спиною Маши На Столе И Поблескивал. Было Так Тихо, Что Казалось, Все Спит Кругом. Весь Дом И Сад За Окнами И Каменный Лев, Что Сидел Внизу У Ворот И Все Сильнее Белел От Снега. Не Спали Только Маша Отопление И Зима. Маша Смотрела За Окно, Отопление Пищало Свою Теплую Песню, А Зима Все Сыпала И Сыпала С Неба Тихий Снег. Он Летел Мимо Фонарей И Ложился На Землю. И Было Непонятно, Как С Такого Черного Неба Может Слетать Такой Белый Снег. И Еще Было Непонятно, Почему Среди Зимы И Морозов Распустились У мамы На столе В корзине Красные Большие Цветы. Но Непонятнее Всего Была Седая Ворона. Она Сидела На ветке За окном И Смотрела Не Моргая На Машу. Ворона Ждала, Когда Петровна Откроет Форточку, Чтобы Проветрить На ночь Комнату И Уведет Машу Умываться. Как Только Петровна И Маша Уходили, Ворона Взлетала На Форточку, Протискивалась В комнату, Хватала Первое, Что Попадалось На Глаза И Удирала. Она Торопилась, Забывала Вытереть Лапы О Ковер И Оставляла На Столе Мокрые Следы. Петровна Каждый Раз, Возвратившись В комнату, Всплескивала Руками И Кричала «Разбойница! Опять Чего-нибудь Уволокла!» Маша Тоже Всплескивала Руками И Вместе С Петровной Начинала Торопливо Искать, Что На Этот Раз Утащила Ворона. Чаще Всего Ворона Таскала Сахар, Печенье И Колбасу. Жила Ворона В Заколоченном На Зиму Ларьке, Где Летом Продавали Мороженое. Ворона Была Скупая, Сварливая. Она Забивала Клювом В щели Ларька Все Свои Богатства, Чтобы Их Не Разворовали Воробьи. Иной Раз По Ночам Ей Снилось, Будто Воробьи Прокрались В ларек И Выдалбливают Из щелей Кусочки Замерзшей Колбасы, Яблочную Кужуру И Серебряную Обертку От конфет. Тогда Ворона Сердито Каркала Во сне, А милиционер На соседнем углу Оглядывался И Прислушивался. Он Уже Давно Слышал По ночам Карканье Из ларька И Удивлялся. Несколько Раз Он Подходил К ларьку И Загородившись Ладонями От света Уличного Фонаря Всматривался Внутрь. Но В ларьке Было Темно И Только На полу Белел Поломанный Ящик. Однажды Ворона Застала В ларьке Маленького Растрепанного Воробья По имени Пашка. Жизнь Для воробьев Пришла Трудная. Маловато Была Овса, Потому что Лошадей В городе Почти Не осталось. В прежние Времена Их Иногда Вспоминал Пашкин Дед Старый Воробей По прозвищу Чичкин. Воробьиное Племя Все дни Толкалось Около Извощащих Стоянок, Где овес Высыпался Из лошадиных Торп На мостовую. А теперь В городе Одни машины. Они Овсом Не кормятся, Не жуют Его с хрупом, Как добродушные Лошади, А пьют Какую-то Ядовитую Воду С едким Запахом. Воробьиное Племя Поредело, Иные Воробьи Подались В деревню Поближе К лошадям, А иные В приморские Города, Где грузят На пароходы Зерно, И потому Там воробьиная Жизнь Сытая И веселая. Раньше, Рассказывал Чичкин, Воробьи Собирались С стаями По две-три Тысячи Штук. Бывало, Как вспорхнут, Как рванут В воздух, Так не то, Что люди, А даже Извощичи лошади Шарахались И бормотали Господи, Спаси Помилуй, Неужто Нету На этих Сорванцов Управы? А какие Были Воробьиные Драки На базарах, Пух Летел Облаками, Теперь Таких Драк Нипочем Не допустят. Ворона Застала Пашку, Как только Он юркнул Ларек И не успел Еще ничего Выковырить Из щели. Она Стокнула Пашку Клевом По голове. Пашка Упал И завел Глаза, Прикинулся Мертвым. Ворона Выпросила Его из Ларька И напоследок Каркнула, Выбронилась На все Воробьиное Вороватое Племя. Милиционер Оглянулся И подошел К ларьку. Пашка Лежал На снегу, Умирал От боли В голове И только Тихонько Открывал Клев. Эх ты, Беспризорник, Сказал Милиционер, Снял Варюшку, Засунул В нее Пашку И спрятал Варюшку С Пашкой В карман Шинели Невеселый Жизнятый Воробей. Пашка Лежал В кармане, Моргал Глазами И плакал От обиды И голода. Хоть бы Склюнуть, Какую Не наесть Крошку. Но У милиционера Хлебных Крошек В кармане Не было, А валялись Только Бесполезные Крошки Табаку. Утром Петровна С Машей Пошли Гулять В парк. Милиционер Подозвал Машу И строго Спросил Вам, Гражданочка, Воробей Не требуется На воспитание? Маша Ответила, Что Воробей Ей требуется И даже Очень. Тогда Красное Обветренное Лицо Милиционера Вдруг Собралось Морщинками. Он Засмеялся И вытащил Варежку С Пашкой. Берите С варежкой, А то Удерет. Варежку Мне потом Принесете. Я С поста Сменяюсь Не раньше, Чем в 12 часов. Маша Принесла Пашку Домой, Пригладила Ему Перья Щеткой, Накормила И выпустила. Пашка Сел На блюдечко, Попил Из него Чаю, Потом Посидел На голове У кузнеца. Даже Начал Было Дремать, Но Кузнец В конце Концов Рассердился, Замахнулся Молотком, Хотел Ударить Пашку. Пашка Шумом Перелетел На голову Баснописцу Крылову. Крылов Был Бронзовый, Скользкий, Пашка Едва На нем Удержался. А Кузнец, Осердясь, Начал Колотить По наковальне И Наколотил Одиннадцать Раз. Пашка Прожил В комнате У Маши Целые Сутки И Видел Вечером, Как Влетела В форточку Старая Ворона И Украла Со стола Копченую Рыбью Голову. Пашка Спрятался За корзину С красными Цветами И Сидел Там Тихо. С тех Пашка Каждый День Прилетал К Маше, Поклевывал Крошки И Соображал, Чем бы Машу Отблагодарить. Один Раз Он Принес Ей Замерзшую Рогатую Гусеницу, Нашел Ее На дереве В парке. Но Маша Гусеницу Есть Не Стала. И Петровна, Бронясь, Выбросила Гусеницу За окно. Тогда Пашка На зло Старой Вороне Начал Ловко Утаскивать Из ларька Ворованные Вещи И Приносить Их Обратно К Маше. То Притащит Засохшую Пастилу, То Окаменелый Кусочек Пирога, То Красную Конфетную Бумажку. Должно Быть Ворона Воровала Не только У Маши, Но и В других Домах, Потому что Пашка Иногда Ошибался И Притаскивал Чужие Вещи. Расческу, Игральную Карту, Трефовую Даму И Золотое Перо От вечной Ручки. Пашка Влетал С этими Вещами В комнату, Бросал Их На пол, Делал По комнате Несколько Петель И Стремительно Как Маленький Пушистый Снаряд Исчезал За окном. В этот Вечер Петровна Что-то Долго Не просыпалась. Маше Было Любопытно Посмотреть, Как Ворона Протискивается В форточку. Она Этого Ни разу Не видела. Маша Влезла На стул, Открыла Форточку И спряталась За шкафом. Сначала В форточку Летел Крупный Снег И таял На полу, А потом Вдруг Что-то Заскрепело. Ворона Влезла В комнату, Прыгнула На мамин Стол, Посмотрелась В зеркало, Взъерошилась, Увидев там Такую же Злую Ворону, Потом Каркнула, Воровато Схватила Стеклянный Букет И Вылетела За окно. Маша Вскрикнула. Петровна Проснулась, Заохала И заругалась. А мама, Когда Возвратилась Из театра, Так долго Плакала, Что вместе С ней Заплакала И Маша. А Петровна Говорила, Что не надо Убиваться, Может и Найдется Стеклянный Букетик, Если, Конечно, Дура Ворона Не обронила Его в снег. Утром Прилетел Пашка. Он Сел Отдохнуть На Поснописце Крылова, Услышал Рассказ Об Украденном Букете, Нахохлился И Задумался. Потом, Когда мама Пошла на Репетицию В театр, Пашка Увязался За ней. Он Перелетал С вывесок На фонарные Столбы, С них На деревья, Пока Не долетел До театра. Там он Посидел Немного На морде У чугунной Лошади, Почистил Клюв, Смахнул Лапой Слезинку, Чирикнул И Скрылся. Вечером Мама Надела На Машу Праздничный Белый Фартучек, А Петровна Накинула На плечи Коричневую Атласную Шаль, И все Вместе Поехали В театр. А в этот Самый Час Пашка По приказу Чичкина Собрал Всех Воробьев, Какие Жили Поблизости, И Воробьи Всей Стаей Напали На вороний Ларек, Где был Спрятан Стеклянный Букет. Сразу Воробьи Не решились, Конечно, Напасть На ларек, А расселись На соседних Крышах, И часа Два Дразнили Ворону. Они думали, Что она Разозлится И вылетит Из ларька. Тогда Можно будет Устроить Бой на улице, Где не так Тесно, Как в ларьке, И где На ворону Можно Навалиться Всем сразу. Но Ворона Была Ученая, Знала Воробьиные Хитрости И из ларька Не вылезала. Тогда Воробьи Наконец Собрались С духом И начали Один за другим Проскакивать В ларек. Там Поднялся Такой Писк, Шум И трепыхание, Что вокруг Ларька Тотчас Собралась Толпа. Прибежал Милиционер. Он заглянул В ларек И отшатнулся. Воробьиный Пух Летал По всему Ларьку. И в этом Пуху Ничего Нельзя Было Разобрать. Вот это Да, Сказал Милиционер. Вот это Рукопашный Бой По уставу. Милиционер Начал Отдирать Доски, Чтобы Открыть Заколоченную Дверь В ларек И прекратить Драку. В это Время Все Струны На скрипках И виолончелях В театральном Оркестре Тихонько Вздрогнули. Высокий Человек Взмахнул Бледной Рукой, Медленно Повел Ею И под Нарастающий Гром Музыки Тяжелый Бархатный Занавес Качнулся, Легко Поплыл В сторону И Маша Увидела Большую Нарядную Комнату, Залитую Желтым Солнцем И богатых Уродок Сестер И злую Мачеху И Свою Маму Худенькую И Красивую В Стареньком Сером Платье. Солушка Тихо Вскрикнула Маша И уже Не могла Оторваться От Сцены. Там В сиянии Голубого Розового Золотого И Лунного Света Появился Дворец. И Мама, Убегая Из него, Потеряла На лестнице Хрустальную Туфельку. Было Очень Хорошо, Что музыка Все время Только то И делала, Что печалилась И радовалась За маму, Как будто Все эти Скрипки, Гобои, Флейты И тромбоны Были Живыми Добрыми Существами. Они Всячески Старались Помочь Маме Вместе С Высоким Дирижером. Он Так Был Занят Тем, Чтобы Помочь Золушке, Что Даже Ни Разу Не Оглянулся На Зрительный Зал. И Это Очень Жаль, Потому Что В зале Было Много Детей С Пылающими От Восторга Щеками. Даже Старые Капельдинеры, Которые Никогда Не Смотрят Спектакли, А Стоят В Коридорах У Дверей С Пучками Программок В Руках И Большими Черными Биноклями, Даже Эти Старые Капельдинеры Бесшумно Вошли В Зал, Прикрыли За Спиной Двери И Смотрели На Машину Маму. А Один Даже Вытирал Глаза. Да И Как Ему Было Не Прослезиться, Если Так Хорошо Танцевала Дочь Его Умершего Товарища, Такого Жекампельдинера, Как И Он. И Вот, Когда Кончился Спектакль, И Музыка Так Громко И Весело Запела О Счастье, Что Люди Улыбнулись Про Себя И Только Недоумевали, Почему У Счастливой Золушки На Глазах Слезы, Вот В Это Самое Время В Зрительный Зал Ворвался, Поносившись И поплутав По Театральным Лестницам Маленький Растрепанный Воробей. Было Сразу Видно, Что Он Выскочил Из Жестокой Драки. Он Закружился Над Сценой, Ослепленный Сотнями Огней, И Все Заметили, Что В Клюве У Него Что-то Нестерпимо Блестит, Как будто Хрустальная Веточка. Зал Зашумел И Затих. Дирижер Поднял Руку И Остановил Оркестр. В задних Рядах Люди Начали Вставать, Чтобы Увидеть, Что Происходит На сцене. Воробей Подлетел К Золушке. Она Протянула К нему Руки И Воробей На лету Бросил Ей На ладони Маленький Хрустальный Букет. Золушка Дрожащими Пальцами Приколола Его К Своему Платью. Дирижер Взмахнул Палочкой, Оркестр Загремел. Театральные Огни Задрожали От рукоплесканий. Воробей Вспорхнул Под купол Зала, Сел На люстру И Начал Чистить Растрепанные В драке Перья. Золушка Кланялась И Смеялась. И Маша, Если бы Не знала, Наверное, Никогда Бы не догадалась, Что это Золушка Ее Мама. А потом У себя В доме, Когда погасили Свет И Поздняя Ночь Вошла В комнату И Приказала Всем Спать, Маша Сквозь Сон Спросила Маму, Когда Ты Прикалывала Букет, Ты Вспомнила О Папе? Да, Ответила, Помолчав, Мама. А Почему Ты Плачешь? Потому Что Радуйся, Что Такие Люди, Как Твой Папа, Бывают На Свете. Вот И Неправда, Пробормотала Маша, От Радости Смеются. От Маленькой Радости Смеются, Ответила Мама. От Большой Плачет, А теперь Спи. Маша Уснула, Уснула И Петровна, Мама Подошла К окну, На ветке За окном Спал Пашка. Тихо Было В Мире И Крупный Снег, Что Падал И Падал С Неба, Все Прибавлял Тишины. И Мама Подумала, Что Вот Так же, Как Снег, Сыплются На Людей Счастливые Сны И Сказки. Счастливые 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 Счастливые